Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья! Всем большой привет! Я думаю, что вы догадались, уважаемые телезрители, не только по праздничной студии, что у нас сегодня необычный эфир. Поэтому у меня сейчас две соведущие. Екатерина Тарасевич и Юлия Левина. Юлечка, ну поделись секретом с телезрителями и нам с Денисом. Расскажи, когда я видеовизитку к нам присылал. Ты вообще верила, мечтала, что окажешься здесь в студии? Честно, для меня это сюрприз. Ну, конечно же, в глубине души я надеялась. И я рада, что сегодня я здесь с вами. Ай, скромничай, скромничай, Юлия. Мы видели твою визитку, поэтому предлагаем прямо сейчас посмотреть ее и нашим телезрителям. Всем привет! Меня зовут Юлия Левина. Мне 12 лет. Я живу в прекраснейшем городе Бресте. Учусь на отлично в гимназии номер один, а также в музыкальной школе при колледже имени Ширмы. Я добрая, общительная, отзывчивая. По натуре я лидер. Своими недостатками я считаю доверчивость и внимание. Я постоянно надоедаю людям тем, что исправляю их речевые ошибки. Я очень творческий человек. Профессионально занимаюсь вокалом с 6 лет. Я являюсь лауреатом многих международных, республиканских и городских конкурсов и фестивалей. Своим достижением считаю то, что я в 2014 году попала в десятку финалистов на детское Евровидение. А своим главным достижением, которым я очень долго шла, считаю то, что я стала лауреатом международного конкурса юных исполнителей «Детская новая волна-2015. Крым. Артек». Пой песню с улыбкою ясность, удача придет, если ждешь. И жизнь так светла и прекрасна, когда для кого-то живешь. И жизнь так светла и прекрасна, когда для кого-то живешь. Юшка, ну как здорово ты понимаешь. Я думаю, Денис, мы Юлю без песни точно сегодня не отпустим, но это потом. А пока еще что хочу заметить. К 12 годам. Такой сольвитный послужной список у тебя накопился, поэтому, думаю, сейчас он пополнится еще одним интересным опытом, твоим дебютом в роли телеведущей. Юля, тебе слово. Сегодня праздник детей, а на праздник принято получать подарки. А для этого, наши маленькие телезрители, вам нужно всего-то ничего спеть куплет из вашей любимой песни. На кону сертификат на посещение Кейлаб-кафе, где можно попробовать замечательные детские коктейли. Итак, ждем ваших звонков. 21-55-65. Это телефон прямой связи со студией. Звоните, ждем ваших звонков. Если не сможете сами быстренько набрать, попросите это сделать родителей. В принципе, можно петь и всей семьей, потому что я считаю, что сегодняшний день, начало лета, это праздник все-таки не только детей. Каждый из нас ребенок. Друзья, звоните, не упустите свой шанс. Ну, у нас уже есть звонок. Наши телезрители на протяжении всего дня следят за тем, что происходит здесь, в праздничной студии благотворительного телемарафона. И мы говорим вам здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Видимо, ждут тебя, Юля. Скажи привет-привет. Привет. Привет, как вас зовут? Ирина. Ирина, ну, стоит скромно. А сколько тебе лет? Семь. Ммм, уже такая взрослая. Ну что ж, какую бы ты песенку хотела спеть? Семь, можно сосчитать? Можно сосчитать. Сегодня можно все. Сегодня ваш праздник, Ирочка, и твой в том числе. Поэтому прямой эфир отводим и для тебя. Поехали. Что умеем, то и делаем. Спелый виноград на ветке. И в тетрадке школьные клетки. Так ты, да. И сосульки в студии мой висят. Сосчитать мы можем без преград. Лепестки ромашек в поле. И у апельсина дольки. И усы у нашего кота. Сосчитаем без труда. Как же сос... Молодец. Спасибо, какая замечательная песня. Давайте поаплодируем все вместе дружно. Я надеюсь, что аплодируют тебе и все твои близкие. Мы слышали, что у тебя там есть поддержка. Ирочка, откуда ты нам звонишь? Из Бреста? Ну, это мы узнаем. Это мы узнаем. А для начала еще раз давай покажем сертификат и скажем о том, что... Ирочка, перезвони. Наши администраторы обязательно с тобой свяжутся. Да, или мама пусть перезвонит, узнает. Пусть у тебя и у твоей семьи будет еще один маленький праздник. А когда его устроить, сами решите. Юлечка, ну и сейчас, конечно же, не терпится просто попросить себя исполнить твою любимую песенку. Ну, куплетик. Пой песню с улыбкою ясной. Удача придет, если ждешь. И жизнь так светла и прекрасна, Когда для кого-то живешь. И жизнь так светла и прекрасна, Когда для кого-то живешь. Вот специфика телевидения. Телезрители не заметили, а в моих руках уже появился специальный белый праздничный пакетик. Здесь много всего интересного. Это все для тебя, потому что подарки надо не только дарить, но и получать. Приятно получать подарки? Конечно. Тем более есть за что. Держи. Но твой эфир на этом еще не заканчивается, конечно. Да, наш эфир продолжается. Давайте посмотрим, как маленькие брещане ответили на вопрос. Хочешь ли ты стать взрослым? Интересно. Да. Я хочу вот, у нас сегодня в школе был 11-классники переодевались в детей маленьких. Я хочу побыстрее в 11-й класс тоже с пистолетами бегать, заканчивать школу, вспоминать детство. Переодеваются в малышей. Я тоже уже хочу в 11-й класс побыстрее закончить школу. Я хочу стать взрослой и родить детей. Я хочу стать взрослой. Взрослый поступает на какие-то работы, а ребенок нет. Просто ходит в садик или в школу. Скучно? Так скучно. В садик ходить уже так не терпится в школу. Хочешь еще два года в школу, еще два года в садик ходить после лета. А я вот хочу вырасти и ездить на грузовике наоборот. Не выше наоборот. Наверное, я бы хотел стать взрослым. Не знаю, может там, чтобы тебя все слушались, ты много знал. Не спрашивал у других, сам думал. Не знаю, я бы хотел. А я нет. Я не хочу. Мне подарки на Новый год не будут дарить. А я хочу подарки на Новый год. Вообще-то дарят. Я хотел стать взрослым, потому что взрослый ухаживал за ребятком. И дети должны взрослые слушаться. Я хочу стать взрослым, чтобы своим детям покупать много одежды. ВОЛИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Ну скажи, а ты хочешь стать взрослой? Я всегда живу с сегодняшним днем, так что я считаю, что детство – это чудесная пора. И вот нужно всегда оценить вот эти минутки детства. Ну так как она ответила, она уже взрослая, такое ощущение. Да, это точно. Юля, давай мы продолжим наш розыгрыш. Напомни условия какие. Друзья, а наш розыгрыш продолжается. А сейчас у нас на кону подарочный сертификат на поход в детскую игровую комнату Рио. Ну, мы напомним только, что необходимо дозвониться к нам в студию по телефону 21-55-65. Его вы видите на своих экранах. И спеть песенком. И просто-напросто, да. Спеть то, что вы делаете наверняка каждый день у себя на кухне, там, где угодно на протяжении дня. Мы же любим петь, правда? Чтобы поднять себе настроение. У нас есть звонок, подсказывает мне, поэтому, Юля, поздоровайся с очередным маленьким бричанием. Ну, что ж, привет. Привет, привет, большой или маленький? Сколько тебе лет? Мне девять. Как тебя зовут? Анастасия. Очень приятно. Ну, что ж, спой какой-нибудь кусочек из своей любимой песни. От слов к делу. Мы подпоем? Я думаю, если знаем. Да, смотря какая. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить на белом свете. Денис, подхватывай. Если вдруг я несешь в середине лета, неприятность эту мы переживем. Неприятность эту мы переживем. Анастасия, так трогательная. Замечательно, Анастасия. Ну, хотелось бы, чтобы радости было больше какой-то. Сегодня лето. Настя, лето ждала? Да. Да? А что будешь делать летом? Ну, играться, купаться. Чего тебе и желаем. Ну, и, конечно же, сходишь обязательно еще в игровую комнату. Ведь этот сертификат, Юля, с удовольствием ей и вручаю. Правда? Сейчас наши администраторы подскажут, да, как забрать этот сертификат. Ну, что ж, Юлечка, я думаю, ты на десятку справилась с предоставленной тебе ролью телеведущей. Кто знает, возможно, в скором времени ты будешь приветствовать нас не только со сцены концертного зала, но и с экрана телевизора. Ну, по крайней мере, не забывай сюда дорогу, заходи по праздникам, по будням, когда хочешь. Договорились? Да. Ну, а сейчас предлагаю такую красивую финальную точку тебе поставить в твоем выступлении. Ну, что ж, друзья, а сейчас у вас есть шанс посмотреть сюжет о том, как завершился учебный год для первоклассников и выпускников четвертых классов в детском саду начальной школе номер 7 города Бреста. Отлично. Смотрим. Возможно, в недалеком будущем кому-то из этих красивых и юных леди и джентльменов покорится уже большая сцена. Детский сад школы номер 7 дала путевку в жизнь не одной звездочке. А пока на своем первом выпускном они радуют талантами своих родителей и делают начальные шажки во взрослую жизнь. Конечно, при поддержке самых близких и сильных людей. На следующий год они придут в родные стены, как первоклассники. Многие ребята здесь же прошли подготовку к школе и продолжают пробовать на вкус, пока еще трудно поддающийся гранит науке. Уровень образования и выбор школы обязывают. Ожидаем вечеров сложных, потому что школа с высоким потенциалом. Да, и слез, конечно, ожидаем, и радости, и надеемся, что все будет хорошо у нас. Занимаемся английским, ходим на курсы отдельно еще. Ну и дома занимаемся. Поскольку я знаю, здесь очень хорошая подготовка детей, и я могу в будущем отдать ребенка в гимназию. Если кто-то еще готовится пойти в первый класс, то эти дети уже прошли самый важный начальный этап, от которого порой зависит дальнейший школьный путь. В первом классе закладывается основа всех основ. Дети учатся не только читать, писать, они учатся учиться. И поэтому это очень сложный, ответственный период в жизни каждого первоклассника. А еще в этот период появляются первые предпочтения и пристрастия, которые в будущем, возможно, послужат и при выборе профессии. «Человек и мир» мне нравятся тем, что мы учимся беречь природу и заботиться о ней. Мне нравится читать, я читаю даже, думаю, иногда книжки. А математика, потому что я умею очень хорошо решать примеры. Я приготовила много сообщений. Самое интересное, которое мне понравилось, это про деревню Хатынь. У меня папа работает спасателем. Я захотела поделиться с друзьями про эту профессию. Она трудная, нужная, ответственная. Я горжусь своим папой. Насыщенный учебный год уже позади. На последних уроках можно немного расслабиться и помечтать о предстоящих каникулах. Ведь кто-то из детей проведет в Альма-Матер и летние месяцы. Для них откроет двери школьный лагерь «Сказка». Ребята, сегодня наш учебный год заканчивается. И впереди у нас каникулы. Ура! Те же, кто заканчивает четвертый класс, кто был настойчив и упорен в учебе, сейчас нацелены на покорение своей первой вершины – поступить в гимназию. В качестве ледоруба и страховочных веревок, уверенность в своем выборе и, конечно же, знания. Пишу диктанты, контрольная работа из сборника. То есть английский пишу. Мне гимназия больше подходит, чем школа, потому что там, может, больше ему научат. Там все дети умные, они получают хорошее образование и устраиваются на хорошую работу. Мы, как учителя, прикладываем все усилия вместе, совместно с родителями, потому что родители всегда помогают нам, стараются помочь. И вместе общими силами мы выпускаем, по крайней мере, хороших учеников. И многие дети из наших школ поступают в гимназию, учатся хорошо, то есть подтверждают свои знания, которые получили у нас здесь в школе. Мы, прощаясь с нашими выпускниками, надеемся на то, что тот огонек, который зажгли в их сердцах нашей педагоги, останется с ними, что их сердца будут наполнены добротой, надеждой, любовью. Остается всем поступающим пожелать ни пуха, ни пера, и всем без исключения школьникам радостных, насыщенных и запоминающихся каникул, чтобы 1 сентября с новыми силами отправиться в очередное путешествие в мир знаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лето прогремели только последние звонки. Давайте подведем итоги уходящего учебного года. Что сразу вспоминается? Ну, вспоминается многое, и, конечно же, запоминаются самые яркие события, самые позитивные события. Система образования Брестской области подтвердила свой высокий статус лидера в республике. По результатам, которые на сегодняшний день лежат в основе негласного рейтинга, мы снова... То есть это не Белстат предложил такую статистику, да? Конечно же, есть методики, подводятся, подсчитываются статистические какие-то моменты. Ну, есть и учет общественного мнения, допустим, топ-100 лучших учреждений образования республики. Мы на втором месте после Минска. Это очень радует. Среди лидеров мы и по другим показателям, таким как количество победителей республиканских олимпиад, творческих конкурсов. Но, наверное, самое важное не в статистике, а в том, что позитива прибавляет то, что мы в детском населении переросли на 2,5 тысячи. Работа у педагогов будет и в будущем. И классы будут большие. И классы будут большие. Уже большие классы. Есть, конечно же, вопросы, которые касаются и будущего учебного года, которые не могут не радовать. Мы ожидаем вводы в строй новой школы в микрорайоне Южном, в Бресте. Ну и есть вещи, которые касаются лично меня. Я стал большим начальником. Поздравляем, кстати, в этом качестве, Юрий Николаевич. Ну, по крайней мере, я впервые. Юрий Николаевич, ну, эти положительные моменты. Это заслуга преподавателей. Детки умные у нас. И родители сейчас активно в учебный процесс включаются. Или все вместе? Мы очень правильно подметили, что это заслуга всех, без исключения. Конечно же, и педагогических коллективов, и детки у нас умные, целеустремленные, мотивированные. И очень важно, что вы в этот перечень включили родителей. Ну, и с покон веков, и с каждого года каждый родитель говорит, что-что, а учиться в школе надо хорошо. Да, конечно. Пусть, вспоминая свои какие-то годы, мы махали на это рукой, но все же оно так и получается. Ну, видимо, не так сильно махали, потому что что-то-то получилось. И не просто так. Но, в целом, наверное, отношение к образованию, оно консервативное. Все понимают, что образование – это инвестиция в будущее. Но стоит также отметить, что сейчас идут какие-то постоянные преобразования. Мы в информационном этом пространстве находимся, и, понятное дело, что-то предлагается. Электронные учебники, уменьшить нагрузку на детей, уменьшить домашнее задание. Все постоянно. Вы что-то ищете, стараетесь найти, можно так сказать, эту золотую середину. Может быть, она уже давно найдена? Ну, преобразования, вы правильно тоже заметили, Денис, они обусловлены и изменяющимся миром, средой, в которой мы живем, и внедрение IT-технологий, и вообще, в принципе, тех достижений научно-технического прогресса, которые сегодня активно внедряются в повседневную жизнь. Что-то хотим изменить и в подходах к самому процессу обучения. Но каких бы то ни было глобальных преобразований не происходит и не планируется. Может быть, больше шумихи вокруг этого. Может быть, и хорошо все-таки, что поменьше, мне кажется. Но я с вами согласен, что все же поступательное движение в определенных направлениях имеется. Показателем этого может быть, что в этом году мы вернулись к профильному обучению на третьей ступени. И сегодня уже более 4,5 тысячи школьников, 10-ти классников наши обучаются в классах и группах профильных. Мы переходим к новой концепции учебника. Его можно назвать учебником-навигатором, либо базовым учебником. Это что такое учебник-навигатор? Я думаю, что о многом услышат не только впервые, но и концептуально познакомятся после результатов форума, который планируется провести в конце лета, накануне нового учебного года. Форума педагогического, либо так называемого Большого республиканского педагогического совета, где будут как раз-то и оговорены те изменения, которые в дальнейшем планируется производить в системе образования Республики Беларусь. Ну и, естественно, это изменение формы учебника. Это базовый минимальный набор, который должен содержать в себе учебник. Все, что будет лежать в плоскости углубления, расширения области знаний, будет уже не так жестко регламентировано. Но это пока концептуальные вопросы. Наверное, рано еще говорить, как о состоявшемся факте. Ну, будем ждать. Ну, состоявшийся факт – это летние каникулы. Давайте возьмем еще другую вашу ипостась. Вы – папа, да, и наверняка вы наметили какой-то план на лето для своего ребенка. Что бы посоветовали, как главный человек в образовании, всем родителям, которые сейчас нас смотрят, как правильно распределить время. Июнь отвезти на игры. А нужно ли распределить? Июнь. Читаем книги. Расслабиться. А не последнюю неделю вспоминаем о том, что надо идти в школу. Ох, Денис, ох. Ну, как-то вы такой набор. Да. Денис, странный, да. Дорисовали, но прежде всего, как папа, а не как начальник управления образования, я бы все же родителям хотел бы напомнить, что они прежде всего родители. Летом, весной, осенью нужно очень внимательно отнестись к тому, чем занят ребенок. Будет ли это оздоровление, будет ли это организованный отдых в лагерях, в том числе, которые открываются у нас в области. Будет ли это другая форма с выездом на отдых в другие государства или, может быть, в другие наши области. Это все должно происходить вместе с родителями. Лето – это время, когда родители должны активно общаться со своими детьми. Школа будет помогать. Система образования будет подставлять свои руки для того, чтобы помочь родителям. Но родители должны сегодня играть первую скрипку. Юрий Николаевич, ну а читать заставлять надо летом? Все-таки. Заставлять никого, ничего не надо делать. Нужно подвести ребенка к тому, что читать нужно, читать полезно, читать интересно. Ну и заканчивая нашу беседу, хотелось бы, чтобы вы вспомнили какое-то свое яркое воспоминание из детства. Оно связано со школой, может? Яркое воспоминание. Ну, естественно, что детство и школа – это не разрывные такие вещи. Ну а из ярких воспоминаний, конечно же, то, что приходит, это ощущение лета, которое начиналось в середине мая. И уже к концу мая мы изнемогали, но у меня лето ассоциировалось с такой активной спортивной своей деятельностью. Это возможность до упада наиграться со своими друзьями в футбол и где-то по возможности принять участие в соревнованиях. Поэтому сбитые колени, разорванная обувь. Нормальное такое детство. Это такое детство, да. Несмотря на эти все вещи, мы того же желаем и маленьким прищам. Спасибо большое за то, что посетили наш праздничный благотворительный марафон. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Напомню об итогах учебного года и планах на будущее. Говорили сегодня с начальником управления образования Брестского областного исполкома Юрием Николаевичем Просмыцким. Ну, еще раз всем деткам желаем, конечно же, беззаботных, насыщенных летних каникул. Кстати, есть такое мнение, что в семье, где царят мир, любовь и согласие, дети, как правило, развиваются быстрее и здоровее. И у них они крепче. У героев нашего следующего сюжета пока нет родителей. Но так хочется, чтобы и они росли гармоничными и здоровыми. Семилетний Костя очень активный, сильный и ловкий мальчик. Он постоянно находится в движении, очень любит подвижные игры, в которых старается вовлечь и окружающих взрослых. Ты на самолете хотел полететь? И вас подвезу. Меня подвезешь? Полетели. Садитесь. Кроме активных игр, Костя очень любит рисовать и с удовольствием помогает окружающим, если предоставляется такая возможность. Поливаю цветы и дежурю. Костя успевает принимать участие и в театральных постановках, которые проходят в детском доме. В последней из его ролей нужно было рассказать стихотворение. Шел по лесу дед Мороз, мимо клёна все березы, мимо просек, мимо пней, шел по лесу восемь дней. Семилетний Костя продолжал декламировать свой длинный стих. А мы все думали, что и его собственная жизнь так же, словно долгая дорога через лес. И как будет здорово, если в конце концов она приведет его домой. Знакомьтесь, этого семилетнего, очень ласкового и обаятельного мальчика зовут Илья. Он увлекается рисованием, лепкой и складыванием пазлов. Его лицо очень часто озаряет добрая улыбка, и из разговора становится ясно, что это не случайность. У Ильи очень доброе сердце, и несмотря на свой пока маленький возраст, он хорошо знает, что такое сочувствие. Я люблю собаку. Собаку. Там-то я и кружали. На вопросы журналиста Илья отвечает слегка смущается, но когда дело касается конкретики, то голос начинает звучать весьма уверенно. Три кнопочки, а к ним пришло в гости еще три кнопочки. И все вместе они стали за стол. Сколько получилось? Шесть. Илья уже закончил первый класс и отправился на заслуженные летние каникулы. И списанные тетради пока можно отложить подальше и заняться самой любимой из своих забав. Управление игрушечным трактором не может не увлечь, ведь в кузове можно перевозить разные предметы и играть в строительство. Построить дом – одна из первых задач мужчины, пусть даже этому мужчине пока только семь лет. Илья уверен, что когда вырастет, из него получится отличный шофер. Даже во время подвижных игр на свежем воздухе он снова находит себе технику, в которой можно устроиться на водительском сидении. Ярославу семь лет, и остальным игрушкам он предпочитает пожарную машину. Высокая клумба в его воображении превращается в дымящуюся многоэтажку, и он спешит, чтобы скорее эвакуировать жителей. Ярик очень любит технику, машинки и конструктора, но при этом также очень чувствителен и к природной красоте. Пока мы гуляли с ним, он то и дело останавливался, чтобы насладиться ароматом цветов. Воспитатели говорят, что у Ярослава очень много друзей, и это неудивительно. Такого доброго мальчика нам еще встречать просто не приходилось. Получив от нас в подарок конфеты, он тут же принялся нас же ими и угощать. Причем не забыл и оператора. Ух ты, спасибо большое. Ну хватит, больше не надо. Видишь, тебе же тоже надо, чтобы остались. И теперь, дядя, вам нужны две. Спасибо, Катя. Как видите, себе Ярослав оставил меньше трети угощений, хотя самому также очень хотелось сладостей. Конечно же, эти дети нуждаются в вашем внимании, заботе, любви. Поверьте, они ждут вас. Если есть какие-то вопросы о том, как усыновить ребенка или стать приемной семьей, а также о том, как взять ребенка на выходные, то такой вариант тоже возможен. Можно узнать по телефону все эти подробности. Вы видите его сейчас на своих экранах. Пожалуйста, звоните. Ну, кроме того, деткам из Скобринского детского дома нужна другая помощь. Весь день сегодня мы совместными усилиями стараемся помочь. Им в этом и радует, что много неравнодушных людей приходит к нам сегодня. И сейчас мы узнаем подробности последние. Да, Денис? Ну, а подробности мы на прямой связи с нашей второй студией и с нашей соведущей Марией Вечеркой. Мари, вечер, добрый. Я так понимаю, что можно это высказывание и подчеркнуть. Почему он становится все добрее и добрее? Расскажи. Действительно, очень добрый вечер. И здесь в фойе, наверное, как нигде это ощущается, потому что приносят и приносят подарки. И мы просто физически не можем уместить их все на столе. Наверное, надо было несколько столов. Ну, постараемся. Что еще раз? Постараемся, конечно. Ну, постараемся уже. Некоторые из них сгружены и по дороге в Кобринский детский дом находятся эти подарки. Ну, здесь, опять же, я повторюсь, только часть их. Брещане приходят, приносят одежду, продукты питания, книжки, все, что вообще душе пожелать. Это здорово. Что говорят горожане, когда делают это? Все рады вообще тому, что есть такая возможность сделать этот добрый поступок, я думаю. Все желают просто счастья, здоровья этим детям. И вот один из таких интересных подарков, который мы сейчас постараемся вам показать. Вот велосипед. Да, да, еле-еле влез в кадр. Очень интересный такой велосипед. Опять же, Брещанин постарался, точнее, попросил остаться неизвестным. Вот такой инкогнито, такой прекрасный подарок подарили воспитанникам Кобринского детского дома. Спасибо большое за такой подарок. Правда, Денис? Да, замечательный велосипед. Мы переживали, а вот видите, сколько неравнодушных людей. Да, и хочется сказать, что... Оно просто им выйти из тени, вот и все. Это отличный повод. Да, Маша, мы слушаем. Просто все сейчас на эмоциях. Хочется, да, сказать, что все-таки те люди, которые, может быть, хотели, но не успели сегодня сделать вот этот подарок, принимаем мы подарки и завтра. Все они, конечно, будут переданы в Кобринский детский дом. Да что там говорить, целое лето принимаем. Принимаем, да. Наши двери тоже открыты. Можно везти, в принципе, и туда, прямо в Кобринский детский дом. Я думаю, их двери тоже открыты. Маша, ну мы еще не прощаемся, мы еще сегодня увидимся. Здравствуйте. Ну а сейчас продолжим, Денис, наш эфир. Продолжаем. Продолжаем, да. Сегодня много говорим о защите детей, но наверняка самой главной опорой и защитой для каждого ребенка по жизни является любовь мамы и папы. Но, к сожалению, так складываются обстоятельства. Эта несправедливость бывает нарушена, и дети растут без родителей. Вот, чтобы такого не было, я предлагаю, присмотритесь, пожалуйста, к детям этим еще раз. Возможно, ваше сердце дрогнет и откликнется. Активному и веселому Никите всего шесть лет. Но он постоянно что-то выдумывает и увлекает за собой не только детей, но и взрослых. Например, нашей съемочной группе он решил непременно показать площадку с животными Белорусской пущи. Вот она. Иди-иди туда, посмотрите. Мы сами не заметили, как отправились вслед за маленьким лидером. Слушать, что же за звери водятся в белорусских лесах. Белочка, лось, медведь, леша, скворец. Никита не только любознательный и целеустремленный. У него задатки настоящего хозяина. Найденный в траве колосок он решил смолоть, чтобы заодно показать нам, как работает мельница. Можно делать хлебушки из этого. Да, и все можно из муки делать. Блины. А мы их каждый день едем. Сначала изюмы, а потом без изюмов. Несмотря на какие-то шесть лет от роду, Ника отлично разбирается в окружающем мире. И на многие вопросы отвечает совсем как взрослый. Например, во время игры в траве была найдена игрушка, потерянная соседской группой. Ой, у тебя пистолет еще есть? Да, я его первый сам нашел. Сам нашел пистолет? Да. Так ты теперь с пистолетом настоящим, да? Это не настоящий, это игрушечный. На территории Кобринского детского дома стоит скульптура ангела. Крылатый человечек размером как раз с Никиту. Мальчик понимает, что ангел, как и пистолет, не настоящий. Но при этом уверен, настоящие крылатые вестники также существуют. И это одна из причин совершать как можно больше добрых дел. Вот Ника и старается, делая пока то, что в его силах. Например, помогая нянечкам. Я ей помогаю носить тарелки и чашки. Помогаю. Она каждый день меня берет. Сначала я подежурил, всех пожрал, потому что наш дом в длину такой. И там много детей, групп. Если бы Ника был взрослее, то он бы знал, что в Евангелии говорится, кто примет одно такое дитя, тот примет самого Бога. Возможно, это самый действенный рецепт, чтобы в конце жизни было, как в рассказе у Никиты. Просто у людей, в которых он собирает налево, нету крыльев. Только на облачках туда шадят. Вот. Знакомьтесь, мальчик, который лихо катит на велосипеде, это 7-летний Максим. Со временем он мечтает стать шофером, поэтому пока использует любой транспорт, в том числе двухколесный, для тренировки. В будущем программа «Максимум для Максима» – это управление не чем-нибудь, а пожарной машиной. Ведь мальчик очень хочет ни много ни мало спасать людей. Позвонили мне, я приехал, подушил огонь. А их номер, как бы, важный, 101. Не тратя время впустую, Макс уже сейчас, по мере возможности, готовится к будущей профессии, а именно изучать знаки и правила дорожного движения. Среди всего многообразия неузнанным остался разве что значок парковки. Право, лево. Нельзя ехать. Которое нельзя туда ехать, где яма. Интересно, что Максим оказался гораздо более ответственным, чем многие взрослые. Наша группа сразу после съемок попыталась увезти его на прогулку, чтобы передать воспитателю, но мальчик отказался уходить, не собрав разбросанные игрушки. А просто не оставляешь? Поигрался и оставил их. Да. Почему? Потому что лазлы всегда говорят собирать. Максим не только послушный и аккуратный, но еще и очень заботливый. Он всегда старается прийти на помощь окружающим, часто дежурит в столовой и всегда помогает своим друзьям, если у них что-то не получается с письмом. Мы попросили написать что-нибудь для нас, и тогда Максим сначала вывел на листе собственное имя, а потом четыре буквы, обозначающие самого дорогого человека, которому еще предстоит найтись. Жизнь этого ребенка. Дорогие друзья, приняв для себя решение усыновить ребенка или стать приемной семьей, вы тем самым поможете продлить ему детство. Наш благотворительный телемарафон «От сердца к сердцу» подходит к своему завершению. К нам присоединилась директор телерадиокомпании «Брест» Лариса Добродомова Лариса Дмитриевна. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, конечно же, весь день вы наблюдали за телемарафоном. Ваши впечатления, какие эмоции? Мы наверняка сильно переживали. Ой, об этом я не буду говорить. Об этом я скажу на нашей производственной летучке о своих впечатлениях. А вот я хочу начать, и вы мне не дадите, у вас времени мало для меня. Я хочу сказать о том, как мы все хотели сделать этот телемарафон. Вот целый коллектив, весь коллектив, я правильно говорю, в едином порыве, как хотели сделать его лучше, ярче, интереснее. Ведь это наш первый телемарафон на телеканале «Беларусь 4 Брест». Поэтому волновались все ужасно. И посмотрите, какие замечательные дети. Сегодня какая-то девочка прекрасная с вами сидела в студии. И не одна. И не одна. Их было 15 человек. 15 одаренных детей нашего города, нашей области. Это замечательно. Мы чуть-чуть воплотили их мечту. И я думаю, что у них появились крылья. И они уже будут знать, к чему они могут стремиться. Я сегодня очень благодарна всем этим детям и их родителям. Потому что и детям было непросто, и родителям было непросто. Я благодарна всем тем, кто был участником наших сюжетов. Это было тоже непросто. И многодетные семьи, и Кобринский дом ребенка. Я очень благодарна Кобринскому дому ребенка. Они привезли сюда деток, маленьких деток, которые очень устали. И телезрители видели их. Но дети были счастливы. Это правда. Я очень благодарна всем тем, кто сидел на моем месте в студии. Потому что эти люди помогали нам работать. Во многом они и организовывали все это. И добрым словом они помогали детям. И, конечно же, я очень благодарна всем тем, кто пришел и помог к Кобринскому детскому дому. Я не могу перечислить всех. Я могу сказать о Савушкином продукте, о базе Плодово-щторг, Брест-Облпотребсоюз, Беловежская пуща. Я вам рад. Не буду называть всех. Я думаю, в наших программах это еще будет и будет звучать. Но спасибо всем. И вот, вы знаете, я едва не задержалась в студию на эфир, потому что пришли люди... Подтверждаем этот факт. Уже волновались. Да. Потому что пришли люди и сказали, у вас идет марафон, мы только что пришли с работы. Вот мы хотим дать велосипед и вещи. Вы нас подождете, мы принесем. То есть мы с вами уже знаем, что марафон мы будем проводить только в выходной день. Правда? Да, теперь на будущем, да. Но 1 июня, не выходной день. Что делать? И это первый этап наш. Только первый. Я хочу сказать огромное спасибо всем нашим сотрудникам. Я попрошу в нижней студии собраться всех. Чтобы все, кто сейчас не у камеры и не за пультом, чтобы телезрители увидели всех, кто сегодня есть, кто свободен в эту минуту от работы. Ну а пока телезрители собираются, вы уж простите, я взяла ваши функции на себя. Когда-то хочется. И давайте мы покажем нашим телезрителям нарезку из высказываний наших участников. Как раз для всех, кто только-только к нам присоединился. Давайте посмотрим самые яркие моменты телемарафона. Хочу сказать большое спасибо телерадиокомпании «Брест». Я думаю, что такая акция, как этот телемарафон «От сердца к сердцу», оно должно стать уже традиционным. Огромное спасибо вам за то, что вы вышли с такой инициативой. Мы с радостью приняли участие в ней, с радостью помогли буквально хотя бы этим деткам в Кобринском детском доме. Если вы будете проводить такие акции в дальнейшем, приглашайте, мы с радостью будем принимать участие в ней. Нужно делать это хорошее, новый формат, достучаться до людей, наверное. Поэтому хорошо. В наше время такие проекты достаточно успешны, должны быть. Это сподвигает многих людей на то, чтобы помогать, оказывать какие-то добрые поступки. И, в общем, чувствовать себя полноценными участниками общества. Мне кажется, это здорово. Проводите такое чаще. Конечно, это с воспитательной целью хорошо, потому что люди видят, что какое отношение друг к другу, какое должно быть отношение к детям в стране. Это очень прекрасно. Кто придумал эту идею, только слова благодарности. Превосходная возможность сегодня поздравить детишек, их мам, пап, бабушек, дедушек, всех тех, кто дарит тепло, любовь, внимание детям. Это очень здорово. Я очень благодарен телерадиокомпании за вот это, скажу так, хорошее действие. Я думаю, что целью телемарафона было не то, чтобы рассказать, как плохо Кобринскому детскому дому. Нет. Ни в коем случае. Он досмотрен. Там очень хороший коллектив. Очень хороший коллектив, который отдает всего себя этим детям. Но рассказать, что такие дети есть, рассказать о том, что они нуждаются просто в ласке, в заботе о телевидении, тем более, оно выполняет эту задачу. Поэтому Бог вам в помощи. Делайте абсолютно нужное дело, заостряя внимание на том, что дети наши, к сожалению, определенная их часть, нуждаются в государственной защите. Ну а также возможность сделать добрые дела и предоставить свою какую-то маленькую помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Государство выделяет большие средства, ресурсы, чтобы дети имели возможность жить нормальной жизнью, развиваться, определить свое место в жизни. Марафон, который посвящен помощи детям, детям-сиротам, это, конечно, очень важно. Конечно, все, что идет на пользу детям, на помощь детям, вот мы только приветствуем. Я хочу сказать слова благодарности вашей телерадиокомпании. Низкий вам поклон, а всех наших детей и сотрудников за то, что к вам пришла такая идея. Спасибо большое за подарки всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот призыв. Конечно же, большое спасибо управлению образованием Брестского облсполкома за то, что оно поддержало проведение этого телемарафона. Мы счастливы, как сказали наши дети. Неожиданный, приятный, феерический праздник, сегодняшний день. Большое вам спасибо. Ну, стоит отметить, Екатерина, Лариса Дмитриевна, уважаемые телезрители, что наш благотворительный телемарафон заканчивается только в эфире. Совершенно верно. Он продолжается. И все те, кто хочет помочь Кобринскому детскому дому, может помогать. У нас были на экране телефоны Кобринского дома детского, у нас были наши телефоны. Обращаются пусть по любым телефонам, уважаемые телезрители, по любым телефонам телерадиокомпании Брест. И мы доставим ваши подарки. Мы еще и снимем, какие подарки вы подарили. А я хочу обратиться, если мне уважаемые ведущие позволят, вот в студии собрались все наши сотрудники. Вы уже приоткрыли всю тайну. Вы знаете, я не могу не сказать спасибо всем этим и многим другим. Коллектив телевидения, коллектив радио, все технические сотрудники, все просто в едином порыве. Понимаете, ведь каждый из... Коллеги, это о вас можно уже махать форшками, кричать. Каждый прекрасно понимает, что это благотворительный день. Но ни один человек не сказал, нет, я не буду в этом принимать участие. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, это наш не последний марафон. Конечно! Телемарафоном на телеканале «Беларусь-4 Брест быть». Телемарафоном, который делают телевизионщики, радищики, технические сотрудники и все жители Брестской области. От сердца к сердцу! От сердца к сердцу! От сердца к сердцу!